Это, конечно же, теплые одеяла и собака, которая клубочком сворачивалась у меня в ногах и всегда меня грела, всегда согревала меня зимой. Не спасали, Настеж, открытые окна, не спасал вентилятор, не спасал пульверизатор, которым мы пшикали все вокруг, чтобы хоть немножечко охладить воздух. Наш балкон в этой квартире протекает, просто-напросто там льет, как из ведра. Две какие-то пьяные девчонки решили справить свою нужду прямо под нашим балконом, и это было ужасно стрёмно. Я уже не могла дождаться, когда же мы, когда же мы уже доделаем этот чёртов ремонт и съедем от моих предков. Всем привет, меня зовут Пола, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Наливайте себе чаёк, кофеёк или что-нибудь покрепче, сейчас будет много-много всего интересного. Итак, сегодня, сегодня я хотела бы рассказать вам про свои многочисленные квартиры и переезды, которых я насчитала в общей сложности целых 10 штук. Да, вот так вот меня помотала, вот так вот меня потрепала судьба, так сложились обстоятельства, что я постоянно переезжала с места на место. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и обязательно досмотрите его до конца. Ну что, не будем тянуть кота за хвост и поехали! Моя самая первая квартира, это квартира, в которой мы с моими родителями прожили 17 лет. Да, привезли меня туда в возрасте месяца или двух, потому что родилась я в Свердловске, сейчас это город Екатеринбург. Родилась я именно там, потому что мои родители заканчивали Уральскую государственную консерваторию, там же они поженились, там же они сделали меня, там же я и появилась на свет. И первый месяц своей жизни я провела в их общежитии. Ну а потом мы все втроём прилетели в Саранск, где их ждала двухкомнатная квартира в спальном районе Нахи Маша. Эту квартиру, если мне не изменяет память, подарили им бабушка с дедушкой или прабабушка с прадедушкой, в общем, неважно. Мы втроём приехали в эту квартиру, и там я росла, и там проходило моё счастливое радужное детство. Самое главное, что детство я действительно помню как самый счастливый период своей жизни, несмотря на то, что пришёлся он на лихие 90-е. И бывали моменты, когда нам нечего было есть, бывали моменты, когда во дворе кто-то стрелял, ну и вообще обстановка в районе была такая достаточно криминальная. Тем не менее, тем не менее, со мной ничего не случилось, и я помню только самые светлые, самые позитивные моменты из своего детства. Родители старались сделать так, чтобы я росла счастливым ребёнком. Итак, что это была за квартира? Это была двухкомнатная квартира в пятиэтажке, в обычной литовке. Дом был такой достаточно вытянутый. Были у нас две комнаты, зал и спальня, естественно. Окна спальни и кухни выходили во двор, а окна зала, вернее, балкон, там был балкон, он выходил на двор другого дома, но и в то же время там открывался достаточно просторный вид на дорогу, на старый химаш и на кусочек леса. В принципе, из плюсов этого местоположения я могу назвать огромное количество зелени, большое количество деревьев вокруг, которые весной расцветали просто пышным цветом. И находиться на балконе было одно удовольствие. Мы достаточно часто тусили там с предками, мы загорали там. Также на этом балконе любила тусить моя собака, моя любимая белка. Мы его не стеклили, потому что мы очень любили наслаждаться как раз-таки вот этими летними посиделками. Единственное, что сделал папа, он сделал второй ряд перил, чтобы я случайно ненароком не свалилась туда вниз, и чтобы наша собака тоже не упала случайно с балкона. Также из плюсов, раз уж мы начали с плюсов, я могу назвать шикарный вид из окон кухни и спальни. Он открывался всегда на закат, и всегда мы с родителями бежали любоваться каждый вечер закатом, потому что каждый вечер закат был разный, и мы даже достаточно часто его фотографировали. Ну, в общем-то, я очень любила эту квартиру, в отличие от родителей. Родители почему-то мечтали все время переехать в центр. Из минусов этой квартиры можно назвать то, что там было очень холодно зимой. Окна были тогда еще деревянные, тогда еще не было никаких пластиковых окон, и каждую зиму мы прокладывали полотенце и разные тряпочки между рамами окон. Мы затыкивали все возможные дырки ватой, чтобы комнаты не продувались. Мы постоянно включали обогреватель, но этого все равно было мало, батареи были очень слабенькие, и обогревателя даже иногда не хватало, не хватало его мощности, чтобы нагреть комнату. Единственное, что спасало, это, конечно же, теплые одеяла, и собака, которая клубочком сворачивалась у меня в ногах, и всегда меня грела, всегда согревала меня зимой. Также у нас протекала крыша, потому что мы жили на пятом этаже, и реально в коридоре постоянно, постоянно после дождей текла вода, прямо рядом с дверью было вот это вот проблемное место, и мы часто подставляли туда лоток, чтобы туда стекала вода. Естественно, из-за этого вот на этом месте в потолке появилась плесень, грязь. В общем-то, мы как могли с этим боролись. Мы делали три ремонта в этой квартире, и последний третий ремонт мы там сделали как раз-таки перед переездом в центр. Да. Итак, когда мне стукнуло 17, обстоятельства наконец-таки сложились таким образом, что родители смогли продать эту квартиру, в которой мы прожили 17 лет, и переехать в центр. Напомню, что в центре жили бабушка с дедушкой, их дом располагался практически на центральной площади города, и получилось так, что мы купили квартиру через площадь, то есть на другом конце площади находился дом, находилась вот эта Сталинка, где нам посчастливилось приобрести квартиру за какую-то мизерную по тем временам сумму. Ну, просто так сложились обстоятельства, нам просто реально повезло. Эта квартира находится в Сталинке по адресу проспект Ленина 1. И что меня поразило с самого начала, это огромные пространства, две огромные комнаты, высокие потолки по три метра, естественно, после летовки тебе это кажется хоромами. Я, конечно, обрадовалась, с одной стороны, что мы переехали, но с другой мне было жалко, мне было жалко покидать свою родную квартиру, и было очень непривычно на новом месте. Тем более, что квартира была изначально без какого-либо ремонта, там жила какая-то старая бабушка, естественно, там были старые советские обои, и мы наняли мастеров, и они в срочном порядке начали нам делать ремонт. Самое интересное, что мы в этот момент жили в этой квартире, и в этот же момент в ней происходил ремонт, в общем, творилось что-то невообразимое. Сначала все вещи стояли в одной комнате, в другой шел ремонт, потом мы все эти вещи перетащили в другую комнату, и уже ремонт шел в спальне. В общем-то, там, так же, как и в нашей предыдущей квартире, было две комнаты, зал и спальня. В спальне жила я, там стоял мой диван, мои колонки, мой рабочий стол, где я делала домашние задания. В зале жили предки, там стоял компьютер, там стоял диван, стоял и стоит до сих пор их синтезатор. В общем-то, ремонт нам сделали достаточно быстро, и я ходила по этой квартире, наслаждалась запахами свежепоклеенных обоев, свежих корзин, новых штор. Мне нравилось рассматривать город из окон нашей новой квартиры, потому что это был самый центр. Я видела белый дом, ну, как мы его называем, белый дом, который постоянно подсвечивался разноцветными огнями. Я видела проспект Ленина, где постоянно происходили какие-то тусы. В общем-то, это было прикольно, и это было очень необычное ощущение, то, что ты живешь теперь в самом центре города. Но минусы у этой квартиры тоже были. Например, у нее не оказалось балкона, и это очень тяжело для меня, как для человека, который любит свежий воздух, любит выйти потусить, посмотреть на людей, на зелень, любит постоять с чашечкой кофе или с бутылочкой пива. Ну, вы сами понимаете, как это иногда приятно сделать вечером. Но в этой квартире балкона не было. Это не смутило моих родителей, зато это очень смущало меня, и я безумно-безумно, конечно же, страдала без балкона. Вторым минусом стало то, что рядом находилась центральная площадь, а это означало, что каждый праздник там устанавливали сцену, там проходили какие-то концерты, там устраивались дискотеки, и вот эта вот вся долбежка, вот эти вот басы мощнейшие, они, конечно, были очень слышны у нас в квартире, и по праздникам мы сходили от этого шума с ума. Естественно, было очень много народу на площади, и народ стекался по центральной улице мимо наших окон туда постоянно, и, естественно, это раздражало, это реально раздражало, но родители мирились с этим, потому что, ну, самый же центр, йог, макарек. Я забыла сказать, что до этого все 17 лет я ездила на учебу в центр, и это было не очень удобно, потому что на дорогу тратилось очень много времени, и когда мы переехали в центр, то до моего училища, а потом и до моего университета было всего лишь два шага от дома, то есть я могла просто в тапочках и в халате ходить туда. Но наслаждаться этим мне пришлось недолго. Почему? Потому что через два года я встретила своего первого мужа, я вышла за него замуж, и мы переехали жить к нему снова на Химаш. Это была уже третья моя квартира, и давайте опять-таки разложим ее на плюсы и на минусы. Из плюсов это была, опять-таки, двухкомнатная квартира, где мой муж жил со своей мамой, то есть с моей свекровью. Она была достаточно уютная, она располагалась на 10 этаже, то есть в обычной многоэтажке, и из наших окон открывался вид не на другой дом, слава богу, а на гаражи и на огороды. Да, с одной стороны это был странный вид, но с другой стороны был такой простор для глаза, и там тоже были шикарные закаты, на которые мы любовались по вечерам. В нашей комнате мы могли делать, в принципе, все, что угодно, и мы постоянно ее видоизменяли, мы постоянно переставляли мебель, мы вешали какие-то постеры, какие-то открытки, мы оформляли ее в морском стиле, то есть у нас там постоянно стояли какие-то скульптурки корабликов, у нас стояли ракушки, морские звезды, в общем-то, всевозможные книги по морской тематике, потому что муж сходил с ума по морю, и даже в нашей рок-группе все песни были тоже о море. В общем-то, комнату мы оформляли в такой морской стилистике. Ну и на этом, к сожалению, плюсы этой квартиры заканчиваются. Почему? Да потому что дальше идут одни минусы. Во-первых, дом, где находилась эта квартира, стоял далеко от остановки, а мне опять-таки приходилось ездить на учебу в центр, и пока ты дойдешь до этой остановки, ты весь уже будешь грязный, если это, например, поздняя осень или ранняя весна, или ты замерзнешь, если это зимнее время. В общем-то, тащиться до остановки было долго и сложно. Потом тебе еще надо было доехать на общественном транспорте до универа, а потом обратно и опять дойти до дома. Ну, в общем-то, геморрой, сами понимаете. Так, что дальше, что дальше? Опять-таки, проблема всех домов в спальных районах заключалась в том, что зимой там было очень-очень холодно. Не спасали бетонные стены, не спасали окна, утепленные ватой и всякими разными полотенцами, не спасал обогреватель, потому что в нашей комнате батарейка была крошечная-крошечная, и мы практически круглые сутки сидели с обогревателем, и я ходила чуть ли не в трех пижамах, и еще нацепив сверху теплый мужской халат. И даже несмотря на все это, я постоянно простывала, и я постоянно трясла соплями, у меня был кашель, и там же на этой квартире случился мой первый гаиморрит в жизни, и меня положили в больницу, потому что я реально запустила эту болячку и доигралась до того, что меня положили в больницу и делали мне пять проколов. Ой, в общем, это был кошмар, это отдельная история. А-а-а, нога затекла! Следующий минус этой квартиры состоял в том, что летом там было ужасно жарко. Мы находились под самой крышей, которая накалялась летом до такой степени, что в нашей квартире получался эффект бани. Не спасали, Настя же, открытые окна, не спасал вентилятор, не спасал пульверизатор, которым мы пшикали все вокруг, чтобы хоть немножечко охладить воздух. То есть летом там была ужасная жара, а зимой там был ужасный дикий холод. У меня сегодня чай с молоком и другая кружечка с овечкой, вот, посмотрите. И последним минусом этой квартиры было то, что мы там жили с мамой моего мужа, то есть со свекровью, а вы сами представляете, что такое, когда две хозяйки в доме. Естественно, случались какие-то конфликты, что-то мы вечно не могли поделить, о чем-то мы вечно не могли договориться, несмотря на то, что мы старались относиться друг к другу с максимальным уважением и терпением. Но тем не менее, тем не менее, конфликтов невозможно было избежать. И кроме того, когда вы молодая пара и при этом живете с родителями или хотя бы с одним родителем, это сказывается на вашей интимной жизни и это ограничивает свободу ваших действий в этом плане. И вот через 4 года брака наши отношения начали трещать по швам, и я решила, что нужно съезжать, что нужно съезжать на съемную квартиру. Я решила съезжать туда одна. Я нашла квартиру в центре, опять-таки, да, снова возвращение в центр города. Я нашла однушку за 5 тысяч, да, в нашем городе. Цены на съемную квартиру очень маленькие, тем более это было много-много лет назад. Договариваться с хозяйкой, я пошла не одна, я взяла с собой папу, потому что, ну, я же первый раз решила снимать квартиру. Вот, хозяйка мне очень понравилась, мы нашли с ней общий язык, а вот квартира меня немножечко шокировала тем, что там все было такое старческое, и все такое было советское, и немножечко там была такая обстановка угнетающая, и я почему-то подумала, что я там повешусь, если я там буду жить. Но в итоге я ее все-таки сняла, эту квартиру, и принялась наводить там уют, и все обустраивать таким образом, чтобы мне было удобно и чтобы мне было уютно. В это же время мой муж сделал попытку меня вернуть, и мы попробовали пожить на этой квартире вместе. Тогда мы уже окончательно навели там необходимый нам порядок, но прожили мы там где-то месяца два, и мы опять разошлись, мы официально развелись, и он уехал жить обратно к себе домой, а я продолжила жить на этой квартире. Напомню, что в это время я работала в ужасном рекламном агентстве, вот где-нибудь здесь будет подсказочка. Об этом агентстве я уже рассказывала в одном из предыдущих роликов. И с утра я просыпалась рано утром, шла на работу, потом приходила домой, смотрела фильмы или клипы, или делала что-то еще по работе. Ну, в общем-то, так прошло еще несколько месяцев, после чего мы с моим мужем опять сошлись, да! Да, уже после развода, после того, как мы несколько месяцев прожили с ним порознь, мы опять сошлись, и мы опять с ним стали жить на этой самой квартире. А потом, а потом случилось страшное. Хозяйка продала эту квартиру другим людям, и они собрались в нее заезжать. И нам надо было срочно, буквально за один день, собрать все вещи, найти какое-то другое жилье и переехать туда. Мы нашли квартиру опять-таки в центре, и это была трехкомнатная хрущевка, причем одна комната была закрыта, как будто бы там хранился труп или что-то еще. Ну, нет, конечно же, там не было трупа, но просто там лежали хозяйские вещи, и мы могли пользоваться только двумя комнатами из трех. Причем хозяева, которые нам сдавали эту квартиру, взломили за нее какую-то гигантскую сумму, мы должны были заплатить за проживание за полгода вперед, плюс мы должны были еще каждый месяц платить по счетчикам, и в итоге это получилась какая-то огромная сумма, настолько большая, что нам даже пришлось часть денег занять у моих родителей, да. Обстановка в этой квартире была еще более угнетающая, чем в предыдущей, потому что хрущевка, низкие потолки, свет туда практически не попадал, вся мебель была советская, она была очень старой, очень старые были обои. В общем-то было видно, что ремонта там не делали тысячу лет, и она была такой достаточно вытянутой, настолько вытянутой, что когда ты находился в одной части квартиры, тебе постоянно мерещилось, что в другой части квартиры кто-то есть. Плюс еще эта закрытая дверь, она на меня навевала какой-то ужас, мне казалось, что там кто-то прячется, что там кто-то живет, что там кто-то кашляет, может быть там заперта какая-то старая бабка, но в общем мое воображение, оно было такое достаточно кринжовое. В итоге мы погрузили все наши вещи, которые у нас были на тот момент, в нашу старую Ниву и перевезли их на новую квартиру, где опять-таки принялись наводить порядок. Я вылизывала все буквально до блеска, потому что я очень такая большая чистюля, я люблю, когда все чисто, когда нигде нет ни пылинки, ни грязинки. Я отмыла все полы, все зеркала, все шкафы, но тем не менее в этой квартире все равно было как-то неуютно, и плюс еще началась осень. У меня началась моя традиционная осенней депрессия, у меня начались проблемы с моими работами, работала я тогда по удаленке, я делала несколько заказов для нескольких заказчиков одновременно, я занималась отрисовкой витражей, я занималась трехмерным моделированием кухонь, и плюс еще я делала сайты, да, еще я делала сайты. И так получилось, что ни один из заказчиков никак мне не платил, все тянули с оплатой, и плюс настала вот эта осень, начались дожди, и мы выяснили, что когда идет дождь, наш балкон в этой квартире протекает, просто-напросто там льет, как из ведра, и каждый раз, когда шел дождь, мне приходилось хватать швабру, брать тазик, идти на балкон, и в общем-то там все это дело намывать и убирать, чтобы только не протекло ничего к соседям. Но тем не менее на этой квартире мы прожили достаточно долго, туда мы часто приглашали друзей, у нас было много тусовок, но все-таки эта квартира давила, давила своей атмосферой, и плюс еще безденежье, плюс еще и проблемы в наших отношениях с мужем, они продолжались. В общем-то все это на меня влияло не очень позитивным образом. И так наступило время, когда хозяева вот этой вот нашей квартиры, вот этой вот нашей хрущевки, тоже попросили нас съехать, и опять-таки пришлось в срочном порядке искать новое жилье, и муж нашел квартиру в очень неблагополучном районе на улице Гагарина. Это была однушка, однушка на первом этаже, в доме, где жили, по-моему, одни только алкаши, и вокруг там тоже шатались одни алкаши. И напротив нашего дома был магазин, где эти алкаши постоянно закупались и бродили потом целыми днями, как зомби. Но, в общем-то, нам ничего не оставалось, как туда переехать, потому что больше никаких вариантов не было. А на этой квартире плюсов практически не оказалось, оказались одни минусы. Во-первых, единственная комнатка была вот такая вот, крошечная, просто там помещался только один шкаф, кровать и маленькая тумбочка, на которой стоял мой монитор. Даже компьютер туда не помещался, системный блок стоял на полу. Кухня была достаточно большая, но, опять-таки, все было такое старое, советское, древнее. Давным-давно там не делали ремонт, там были скрипучие полы, а балкон, балкон это была вообще отдельная тема, там просвистывало все, что только можно было ветром насквозь. То есть мы туда переезжали зимой, и в первые дни там было настолько холодно, что приходилось спать чуть ли не в шубе. Ветер сифонило сквозь рамы деревянные, сквозь вот этот вот балкон. Там все продувалось, там все промерзало. И, в общем-то, это был кошмар, это был кошмар и ужас. Потом каким-то образом мы что-то как-то там заделали, что-то как-то утеплили, но, тем не менее, первый этаж и алкашный район. Я даже помню, что когда наступила весна, и мы начали с гостями наконец-то тусить на балконе, то две какие-то пьяные девчонки решили справить свою нужду прямо под нашим балконом. И это было ужасно стрёмно. И мне хотелось их прогнать и наругаться на них, но я была и есть человеком таким, настолько воспитанным, что я им ничего не сказала, и мы со всеми нашими друзьями просто поржали над этой ситуацией. Но на самом деле это было очень-очень мерзко, и этот район был просто отвратительным. Ой, господи, болит спина-то. В общем-то, на этой квартире мы прожили еще несколько месяцев. Прошла зима, наступила весна, и уже потом, по-моему, наступило лето. И мы с мужем окончательно-окончательно уже и бесповоротно разругались. И я встретила другого человека, и я переехала к нему. Ну да, я переехала жить к своему уже второму мужу. Правда, мы с ним так и не расписались, но прожили мы вместе достаточно долго, поэтому я его буду называть мужем. Диман, уж извини. Вот, значит, я переехала к нему, и опять-таки, опять-таки получилось так, что я начала жить с молодым человеком и с его мамой под одной крышей. Эта квартира, его квартира, где он жил с мамой, находилась, опять-таки, на первом этаже многоэтажки. И поначалу я пыталась всеми правдами и неправдами навести уют в этой квартире, но это было тяжело, поскольку мой новый муж и его мамы готовились к переезду, они хотели разъезжаться, и все вещи, они лежали так в боевой готовности, готовые в любую минуту, значит, отправиться уже на другое место жительства. И я по своей наивности подумала, что вот сейчас мы немножечко в этом вот бардаке поживем, а потом действительно мой мужчина разъедется со своей мамой, и мы уже на новом месте, в новой приобретенной квартире, все сделаем так, как хотим. Но период ожидания, он, естественно, как это всегда и бывает, затянулся, затянулся достаточно надолго. И первые полгода они были, естественно, радужные, это был конфетно-букетный период, мы очень любили друг друга, мы были поглощены друг другом, и нам было наплевать, что у нас вот есть некая такая бытовая неустроенность, и чтобы никак не можем разъехаться с его мамой. А потом уже начались, естественно, проблемы опять-таки отцов и детей, опять-таки у меня начались проблемы со свекровью, и нам ничего не оставалось, как начать делать ремонт в коридоре и на кухне в этой квартире для того, чтобы продать эту квартиру, и для того, чтобы купить две новые квартиры, для того, чтобы разъехаться. Итак, мы начали делать ремонт, и, кстати говоря, вот у меня есть фоточка, где мы с моим вторым мужем в масках, до того, как это стало мейнстримом, мы начали шпаклевать и шкурить стены, чтобы привести их в порядок, и мы дышали вот этой вот всей пылью, естественно, нервы сдавали, мы с ним ругались. Правильно говорят, пока вы не пройдете через ремонт со своим партнером, не начинайте с ним жить. В общем-то, мы сделали небольшой ремонт в коридоре и на кухне, нашли покупателей, и вот, наконец-таки, к весне мы начали-начали перевозить вещи уже на новую квартиру. Его мама уехала жить за город, а мы купили однушку в Хрущевке. В общем-то, мы туда заехали и поняли, что там нужен капитальный ремонт, то есть там все настолько старое и настолько советское, что мы решили снести стену. Да, это было самое глупое решение, мы решили снести стену и объединить единственную комнату с кухней. Естественно, это было очень тяжело, стену мой мужчина сносил вместе со своим другом, потом мы вытащили из этой квартиры 80 мешков кирпичей, потом мы начали ровнять там стены, опять сами все шпаклевали, все шкурили, выравнивали. В общем-то, мы несколько месяцев делали там этот адский ужасающий ремонт. Я дышала вот этой вот пылью, я сходила с ума, я материлась, у меня сдавали нервы, я опять начала курить, и отношения наши опять-таки во время этого ремонта начали ухудшаться, они становились все хуже и хуже, и пока мы там делали ремонт, мы жили у моих предков. Да, нам пришлось три месяца жить у моих предков, пока мы делали ремонт на новой квартире, и это был полный кошмар, потому что мало того, что у меня был стресс, связанный с ремонтом на новой квартире, у меня был еще стресс, связанный с тем, что родители постоянно капли мне на мост, предъявляли какие-то претензии, ругались на то, что я работаю фрилансером, и не работаю на какой-то официальной работе, они ругались на то, что мы встаем поздно, и идем поздно делать ремонт, а им надо было, чтобы мы в 6 утра так вот с первыми петухами вставали и сразу бежали, значит, на нашу новую квартиру. Вот это вот капанье на мозг, оно все время доставало, мы все делали не так и не эдако, и я уже не могла дождаться, когда же мы, когда же мы уже доделаем этот чертов ремонт, и съедем от моих предков. В итоге к осени, где-то к сентябрю, к октябрю, ремонт был более-менее сделан, мы туда заехали, и отношения в этот момент уже окончательно наши развалились, где-то через месяц, через два мы окончательно разругались, и я собрала все свои вещи и переехала на другую квартиру. Я сняла еще одну квартиру, только теперь уже в другом спальном районе на свет этих строя. Эта квартира располагалась, по-моему, опять-таки на пятом этаже, в многоэтажке, в обычной литовке, и райончик был такой очень симпатичный, очень тихий, очень зеленый, мне очень понравилось то, что в квартире было очень уютно, там не было старой советской мебели, там, в принципе, был такой достаточно симпатичный ремонтик, и хозяйка мне очень понравилась, и я тоже очень понравилась хозяйке, и я очень быстренько навела там порядок, провела туда интернет, и начала там жить и работать. Работала я тогда уже на удаленке в компании Тустик, эта компания занималась производством виниловых наклеек, я была главным дизайнером, занималась разработкой этих наклеек, подготовкой их к производству, также я делала различные рекламные буклеты, баннеры, щиты, ну, короче говоря, всякую вот эту вот рекламную полиграфическую хрень. Жилось мне в этой квартире очень клево, я почувствовала себя максимально свободной и взрослой, мне показалось, что я могу делать все, что угодно, да я, в принципе, и делала все, что угодно, я приглашала гостей, я крутила романы, и заказывала себе еду, и, в общем-то, и тусили мы в этой квартире с нашей рок-группой. Клевая была квартира, и я по ней скучаю, там было очень здорово. Но через какое-то время я встретила своего третьего мужа, и мы начали жить уже вместе, и начали вместе уже обустраивать эту квартиру, покупать туда какую-то новую мебель, как-то ее декорировать, и мы бы и жили бы там дальше, если бы, опять-таки, хозяева не попросили нас съехать, потому что они решили заселиться в нее сами, и это было очень грустно, с одной стороны, но, с другой стороны, мы решили, что нам пора действительно приезжать на новую квартиру, и там снова начался новый ремонт. И снова мне пришлось сделать ремонт со своим мужчиной, Да, это был уже хрен его знает, какой ремонт в моей жизни. Эта квартира располагается, опять-таки, в обычной многоэтажке, в Литовке, и что самое крутое, окна выходят на перинатальный центр и на лес, то есть есть на что посмотреть, есть на что полюбоваться, вокруг много зелени, потрясающий воздух, и такое ощущение, что ты живешь за городом на самом деле. Здесь очень большая комната, несмотря на то, что она одна-единственная, но она очень большая, и очень большая кухня, на которой можно играть в футбол при желании. Единственное, что маленький коридорчик, но это уже такие мелочи. Ремонт мы здесь сделали не такой тяжелый, как с моим предыдущим мужем, мы поклеили обои на кухне и в комнате, и что еще, и еще мы приглашали мастеров, которые нам сделали натяжные потолки. В принципе, вот и все, на этом весь ремонт и закончился. Но самая моя большая гордость, это, конечно же, балкон, который я сделала только совсем недавно. Он очень-очень уютный, я сама его декорировала, и там очень скоро будет клево тусить с винишком и со свечами. Это практически как еще одна комната. Вот, в принципе, и все. Это уже 10-я квартира на моей памяти, и здесь я живу до сих пор, здесь я живу уже то ли 4-й, то ли 5-й год, в общем-то, я уже не помню. Но если бы не эпидемия, если бы не этот дурацкий вирус, то я бы переехала бы уже давным и давно в Москву, потому что я не могу так долго сидеть на одном месте. Я считаю, что нужно куда-то расти, куда-то развиваться, и сидеть в Саранске дальше уже просто нельзя. Сейчас пока еще я здесь, потому что сами понимаете, что происходит в стране и в мире, но как только это все закончится, если я не заболею, если я не помру, я, естественно, перееду отсюда в Москву. Москоу, Москоу, тынь-да-рин-тын-тын-тын-тын. В общем, ребят, вот такие вот пироги. Рассказала я достаточно быстро и, наверное, скомкана обо всех своих десяти квартирах, но я думаю, что вам было интересно. И пишите в комментариях, если с вами происходило нечто подобное, если вам приходилось постоянно со своими манатками переезжать с квартиры на квартиру, и как это было, какие были хозяева, какие были квартиры, рассказывайте, мне очень интересно. Я всегда рада общению с вами. Морь, что еще? Ребятки, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, расскажите о нем друзьям. Я обещаю, что в будущем здесь будет еще много-много всего интересного, поэтому, пожалуйста, нажмите на волшебный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В общем-то, давайте прощаться с вами до следующего ролика, до новой встречи. Я всегда рада приветствовать вас здесь. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok